Доброе утро, коллеги! Доброе утро, коллеги! В Подмосковье у нас состоялись выборы в 31 муниципалитете, и, конечно же, в нашем округе тоже мы с вами выбирали совет депутатов Пушкинского городского округа. Что хочется сказать? Выборы прошли и на мой взгляд, и на взгляд наших участников, которые у нас присутствовали. Вот и депутат Государственной Думы у нас на фотографии от Орионовича Маршба оценивается всем на достойном уровне. Главные выборы у нас прошли чисто, честно, прозрачно, конкурентно, абсолютно легитимно. Наша территория была покрыта на 96% КАИБами, что и позволило нам обеспечить порядок и избежать различного рода провокаций. Явка на муниципальных выборов достаточно была прогнозируемой у нас, около 17%. Больше всех мандатов 8% у «Единой России», и «Единая Россия» также у нас возглавила список с 35% голосов от общего количества. Что хочется отметить? Из всех округов, у которых были КАИБы, 35% – это максимальный показатель «Единой России» из этих округов. Соответственно, поздравляем мы партию «Единой России», которая набрала большее количество голосов. Для Пушкинского района, конечно же, это очень важно, но хотя и для кого-то, может быть, это и неожиданный результат. У нас присутствовала здоровая конкуренция, отсутствовала какая-либо провокация, и не допущено было грязи. Коллеги, у нас с вами на самом деле не важно, какое количество кандидатов на выборах, а важно качество их работы после избрания. Поэтому и для меня важно, и для нашей команды важно, что у нас в Совете депутатов будет присутствовать многогранность взглядов, но я убежден в том, что мы все будем объединены общей целью, которая нам нужна для развития Пушкинского городского округа. Конечно же, хочется поблагодарить своих коллег, кандидатов из «Единой России», хочется поблагодарить кандидатов и коммунистической партии, и либерально-демократической партии, справедливой партии, ну и, конечно, партии пенсионеров. Считаю, что кроме этого много работоспособных самовыдвиженцев прошли в наш Совет, и вместе будем работать, конечно же, на развитие Пушкинского городского округа. Еще раз хочется поблагодарить всех, кто пришел на выборы нашего избирателя. Нам был важен каждый голос, и мы слышим всех и уважаем всех. Нам теперь важно в дальнейшем подготовить первое заседание Совета депутатов. Предварительную дату мы намечаем на 17 сентября. Нина Бениковна, попрошу вас на контроль взять подготовку к этому процессу, повзаимодействовать с депутатами в этом формате, правильно их проинформировать. Евгений Викторович, вы тоже подключайтесь к этому процессу в помощь Нины Бениковной. Прошу вас. Коллеги, ну, конечно же, важным мероприятием прошлой недели Это у нас начался с вами новый учебный год. Губернатор наш Андрей Юрьевич Воробьев принял участие в торжественной линейке в гимназии имени Примакова, где поздравлял всех с новым учебным годом, желал всем ученикам и педагогическому составу и хорошего настроения и успеха в новом учебном году. Ну, конечно же, и Пушкинский городской округ тоже не остался без внимания. Мои коллеги, заместители, депутаты, кандидаты еще тогда в депутаты, депутаты Московской областной думы поучаствовали тоже в торжественных линейках наших образовательных учреждений, пожелали тоже нашим детишкам успехов, всего хорошего, творчества, положительных эмоций в новом учебном году. Хочется за это поблагодарить всех. Я тоже принял участие в восьмой школе, вот видите фотографии в торжественной линейке, поблагодарил весь педагогический состав строителей. Мы значительно, на мой взгляд, улучшили качество для наших учеников в этой школе. Хотя и остаются у нас некоторые трудности, некоторые есть мелочи по недостаткам, я думаю, что в ближайшее время их исправят. Елена Александровна, вы с УКСом, пожалуйста, держите на контроле все недочеты, которые у нас имеются, обязательно исправим их в ближайшее время. А также, о чем мы в выходные говорили, необходимо проследить ту субсидию, которая у нас есть, до оснащения оборудования, особенно классов профильных. Так что, если будут какие-то у вас там трудности или проблемы, обязательно обращайтесь, повзаимодействуйте с УКСом, пожалуйста. Да, и впереди также нас ждет большая работа в части образовательной сферы. Как мы уже говорили, две пристройки к школе у нас планируются, а также строительство нового здания для 12-й школы. Еще есть у нас амбициозные планы. Хочу напомнить коллеге вам всем, заместителям своим, что впереди ждет нас большая работа, а главное, она совместно работает, это и образование касается, касается у нас и земельно-имущественных отношений, и строительство это касается, поэтому здесь нужно всем повзаимодействовать. Но и по остальным нашим приоритетным направлениям, по ТОП-5, коллеги, напоминаю про дорожные карты, о которых мы планировали с вами. Управ делами, попрошу организовать, наверное, со следующей недели прогон всех заместителей по направлениям, мы посмотрим о сроках, который у нас планируется к реализации. Коллеги, время собирать урожай, как диктует нам губернатор. Соответственно, Серебряные пруды он посетил со своей командой, отметил, что несмотря на сложную погоду и дождливое лето, подмосковные специалисты смогли обеспечить достойный урожай, во всяком случае в Серебряных прудах, а также по нашему Подмосковью. В Пушкинском городском округе тоже имеются наши сельхозпроизводители, значимые предприятия, которым, считаю, правильно тоже уделять достойное внимание. Это касается и ЗАО «Зеленоградская», это касается и осетровой фермы, это Росагрокомплекс наше предприятие. Я попрошу, как и губернатор, тоже на нашей территории, курирующих заместителей этой отрасли, обязательно оказывать максимальное содействие. Евгений Викторович, вас прошу, Дмитрий Николаевич, есть у нас определенные трудности не только у сельхозпроизводителей, но и у нового бизнеса. Мы говорили с вами и о земле Зеленоградская, в рабочем порядке попрошу доложить об этой ситуации. О заводе «Позит», также и о сетровой ферме, там есть проблемы с земельно-имущественными отношениями. Надо найти правильные, а главное, законные решения, чтобы оказать содействие и помощь этим предприятиям. Территориям особое внимание уделяет наш с вами губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Такой институт в Московской области существует, институт старост по развитию сельских населенных пунктов. Во время встречи с губернатором он провел чаепитие с этим институтом, обсудил трудности по развитию сельских территорий, а также пути решения. Как правило, в этот институт избираются неравнодушные жители, которые представляют интересы своих земляков в органах местного самоуправления. Я, например, не знаю, существует ли институт старост на территории Пушкинского городского округа. Кто-то знает, да? Я думаю, что это очень важный такой орган, который нам нужно поддерживать, произвести наверняка с ними необходимую встречу. Есть ли у нас какие-то плановые, наверное, встречи с ними? Оксана Викторовна, вы что-то знаете в этом? Да, конечно, у нас большое количество деревень. Вообще в целом, по-моему, не в царю, в сельских сельскохозяйственных участников, в частности, глава присутствует. Этот институт существует. Более того, он очень активен на территории. И, например, праздник, который у нас был в субботу, в Пашукино, он как раз, в общем-то, и проявил активность деревень и стадоц, которые были организованы в подворье, которые участвовали в Москве, в главной основе всего. Хорошо, спасибо. Тем более сегодня, во время формирования городского округа, считаю правильным уделять вниманию этому институту должное внимание. Мы, власть, должны быть доступны до самых маленьких уголков и населенных пунктов нашего большого городского округа. Я думаю, что надо с управделами, Оксана Викторовна, организовать эту встречу с институтом, с этим, да, и наметим тоже пути его развития, и послушаем, какие трудности в городском округе у нас имеются, и будем уделять этому внимание. Хорошо? Да, спасибо. Коллеги, по текущей повестке в округе традиционно прошла у нас наша акция «Чистый округ», провели очередной объезд территории города. Дом номер один по улице Крылова расположен в центре Пушкина. Возле подъездов здесь разбиты палисадники, высажены деревья и кусты, рядом стоянка для машин. С этого адреса 6 сентября началась рабочая поездка Алексея Тимошина. В рип главы Пушкинского района выехал на место по многочисленным жалобам людей. Я с 12-го года не могу оформить эту землю. Давайте так, мы начнем на слов переходить в дело. Вы конкретно сформулируете, что в общем смысле хотят жители землю, ее как-то правильно благоустроить. Проблем у этого дома несколько. Это незавершенное благоустройство двора, не оформленная в собственность земля вокруг здания и некачественная уборка придомовой территории. Я завез песок, я завез землю, я посадил все кусты, все цветы. И с той стороны пушгорхоз ничего не делает в этом году совершенно. Мы обслуживали до тропинки, а пушгорхоз обслуживал за тропинку. Посмотрите, какая там грязь, не убрана, не прокошена. Дом по улице Крылова граничит ЗАГСом. В связи с этим Алексей Тимошин предложил разработать проект благоустройства в комплексе. Включить туда оба здания. Согласуем его с жителями этого квартирного дома, а также договорились увязать это благоустройство с ЗАГСом, который находится рядом с домом, потому что, по моему мнению, он нуждается у нас в капитальном ремонте и в архитектурном преображении. После общения с жителями Алексей Тимошин отправился на набережную реки Серебрянка. Как отметил в РИП главы Пушкинского района, работы здесь выполнены на 35%. Подрядчик усилился техникой и увеличил количество рабочих на объекте. Пока удовлетворительно оцениваю ситуацию. Идем в графике, но с таким напряжением. В ближайшее время на набережной приступят к монтажу алых парусов. Фундамент под установку этого арт-объекта уже готов. Параллельно рабочие укладывают плитку на двух участках. Подготовлена площадка под детскую, основание под детскую площадку. Усиленно ведутся работы состыковка первой и пятой захватки. То есть в настоящее время подрядчик присутствует на четырех из пяти захваток. Что такое захватки? Захватки – это участки производства работ, разделенные подрядчиком. И в соответствии с составленным планом графика подрядчик выходит на работы. Это с двух сторон стыковка нашей прогулочной зоны. В конце объезда Алексей Тимошин осмотрел придомовую территорию дома номер 58 в микрорайоне Серебрянка. Здесь в РИП главы встретился с представителем регионального оператора. Поводом послужила переполненная контейнерная площадка. Из-за чего здесь так? Из-за того, что подбрасывают. То есть, да, подбрасывают. Это точно? Это факт? Да, это центральная дорога. Мы, получается, подрядная организация, которая занимается подбором мусора. То есть оператор вывозит, мы подбором. Пушкина рассвет. Да. И центральная дорога, люди подъезжают и выкидывают мусор. В связи с этим контейнеры решено перенести в другое место, вглубь дворов. Подобрано одно место, которое соответствует нормативным показателям расстояния от окон жилых домов и, соответственно, от детских площадок и детских учреждений. В настоящее время этот проект, это местоположение будет обсуждаться с жителями близлежащих домов, которые находятся около этой контейнерной площадки. И на основании этого уже будет вынесено решение. Новое место для установки контейнеров согласуют с людьми. Встреча с жителями по этому поводу запланирована на следующей неделе. Инга Лапикова, Антон Орловский, Степан Кузин. Пушкинское телевидение. Кроме этого, посетил родильный дом нашей поликлиники имени профессора Розанова. Встретился с мамой новорожденного ребенка. Убедился в том, что наша программа «Я родился в Подмосковье» нашего губернатора Андреевича Воробьева, она действительно работает. Мануилу Владимирову Михайловичу спасибо за организацию, а также его коллегам по цеху. Вручили маме подарок, такую вот коробочку, которая весит более 10 килограммов и более 50 наименований подарков, так скажем, приданное для новорожденного. Вручили маме. Пожелали от губернатора здоровья, конечно же, малышу и маме. Хорошо расти и не болеть. Передали поздравительный адрес. Кроме этого, маме вручили необходимые документы для ребенка и свидетельства о рождении, полис страховой. Присвоили девочке ННН, помогли решить вопросы с очередью в детский сад. Прикрепили к поликлинике и молочной кухне. Хочется отметить, что и это не единственный наш экземпляр. Всем нашим мамам и роженицам в нашем родильном доме будут оказывать такое же внимание, будут помогать. Также напомню, что роженица может отказаться от данного подарка и получить денежную компенсацию вместо него. Кроме этого, с Владимиром Михайловичем осмотрели мы и иные корпуса, поликлиник, где проходит ремонт. Я попрошу вас держать на контроле все эти ремонтные работы. В случае необходимости по технической поддержке, строительной поддержке, если нужна будет какая-то помощь, обращайтесь в наше управление капитального строительства, которые вам окажут содействие. В целом, наш родильный дом меня впечатлил. Достаточно на хорошем уровне он находится, и медицинского оборудования импортное все имеется, и везде и чистота, и порядок, просторные комнаты, и палаты, везде чистота, уют на должном уровне. Владимир Михайлович, спасибо. Надеюсь, что иные корпуса мы приведем в такое же состояние. Коллеги, перейдем к оперативной обстановке. По горячей линии главы в прошлый раз мы подводили итоги августа, сегодня хочется послушать результаты первой недели сентября. Вера Анатольевна, прошу вас. Доброе утро. Сначала работы пункера теления до 1 августа поступило у нас 214 обращений. В прошедшую неделю поступило 40. Основная тематика также остается под руководством работы управляющих компаний. И, в принципе, блок ЖКХ, которая же включает и весь мусор содержание контролирующих площадок. В остальном у нас по экологии, по справочным вопросам наименьшее количество обращений. По результатам рассмотрения, на все обращения, которые у нас поступают, есть обратная связь, она стопроцентная. Но именно закрыт вопрос решения, у нас получается где-то 50% от общего обращений, так как все обращения у нас в основном разъяснительный характер. И по повторам у нас за прошедшую неделю было всего 5 обращений, это по транспорту и по вольному ЖКХ. Мы вот говорили с вами подготовить такой вот график, в частности, как и по доброделу, мы говорили о презентации. Я думаю, было бы актуально такой слайд сделать и здесь, на котором наглядно будет видеть, видно будет процент наших трудностей и недочетов, которые есть. Ну и те проблемы, которые решаются, я думаю, надо посмотреть. Вот в нашем стиле было-стало, если есть, прилагайте фотографии в следующий раз. И в том графике, который у нас будет по проблемам, нужно фиксировать те фамилии по направлениям людей, которые борются с этими трудностями. Я имею в виду сейчас курирующих заместителей. Присаживайтесь. Илья Владимирович, пожалуйста, есть что? Добрый день, уважаемый господин, уважаемый господин, участвуйте оперативного совещания. За прошедшую неделю по системе 112 поступили 4 429 обращений. Из них обработаны и переданы в экстренные службы 4 210 обращений, переведены в Центр обработки вызовов 30 обращений, сброшены заявителем 189 обращений. На территории округа чрезвычайных ситуаций не произошло. За прошедшую неделю произошло 5 пожаров, в результате которых пострадавших нет. Всего пожарными частями осуществлены 52 выезда по различным основаниям. Следующий слайд, пожалуйста. Аварийно-спасательным отрядом осуществлены 18 выездов также по различным основаниям. Следующий слайд, пожалуйста. За прошедшую неделю произошло 109 дорожно-транспортных происшествий, в которых суммарно пострадали 5 человек. В течение отчетного периода происходило 3 аварийных отключения поставки энергоресурсов. Из них электроснабжение 1 раз, холодное водоснабжение 2 раза. За отчетный период поступило 5 предупреждений о неблагоприятных погодных явлениях. В основном это повышенный класс пожарной опасности. Население проинформировано через районные средства массовой информации, социальные сети и мобильные приложения 112. Доклад закончен. Спасибо за внимание. Елена Александровна, на выборах столько было много задействовано образовательных учреждениях. Наверное, в основном все УИКи находились в образовании. Как-то у нас сказалось, это на образовательном процессе. Все ли нормально, вошли ли мы в режим, в ход работ плановый и так далее. После проведения выборов у нас в большинстве школ, где проходили выборы, были в участке, было организовано обучение дистанционно. Сейчас мы имеем право это делать. С помощью школьного портала были заданы домашние задания, которые учителя проверили. Школа была проведена санитарная работа, после ухода на месте помещения. Все, сегодня все уже в штабном режиме, никаких вопросов, после машины. Вчера шага неин весь прошел, весь происшествует. Спасибо за внимание. Владимир Михайлович. Доброе утро. Доброе утро. Слышно, да? Да. Алексей Викторович, уважаемые коллеги. На следующий слайд. За прошедшую неделю в учреждениях здравоохранения городского округа Пушкинский без происшествий, выполнение диспансеризации профосмотров, вакцинации в соответствии с дорожной картой. Следующий. По укомплектованности кадров, то, что мы оговаривали во время вашего приезда в больницу, значит, сегодня мы укомплектованы врачами на 63%, средним персоналом на 61%, младшим персоналом 69%, прочим персоналом 66%. По движению кадров в 2019 году принято было 75 врачей, уволено 38. Всего сегодня трудится в больнице во всех подразделениях, включая стационар, 460 врачей. Средний персонал примерно вышли по нулям, 66 принято, 68 уволено, 831 сотрудник трудится в больнице, 37 принято в младшем медицинского персонала, 40 уволено, 201 человек. И прочего персонала положительный баланс, так же, как и по врачам, 58 человек принято, 50 уволено. Следующий. Вот из тех событий, которые произошли за неделю, Алексей говорил, значит, вот этот склад с подарками, которые мы получили сегодня, и вот образец первых пакет, первые документы ребенка. С 1 сентября начали их выдавать, однако большей популярностью пользуется компенсация за подарок 20 тысяч рублей. Сегодня, на сегодняшний день, вот за эти 10 дней, сентября, выдано всего три подарка. Следующий слайд. Ну, об этом уже Алексей еще упоминал, поэтому вот наша фотохроника. Кроме того, продолжается ремонт детского инфекционного отделения. Глава городского округа также был на объекте капитального ремонта. Планируем закончить в середине октября. Следующий. В августе и сентябре детская поликлиника трудилась без выходных. По субботам работала до 20 часов. По воскресеньям перед школой рабочий день был до 14 часов. Работал с кабинет справка в один шаг. Это по концепции развития амбулаторно-поликлинической помощи Доброй поликлиники. На сегодняшний день выдано порядка 4 тысяч справок в различные места требований. Следующий. Кроме того, в детской поликлинике, благодаря заслугам депутатов городского округа, появилась игровая комната, вот эта вот модульная игровая комната с мягкими игрушками. Мы меняем сегодня формат общения с детьми. То есть поликлиника у детей должна ассоциироваться с положительными, с позитивными эмоциями. Следующий. Кроме того, депутаты также помогли поликлинике номер 2 в микрорайоне Мамонтовка, подарили сухожировой шкаф и комплект электрокардиографии. Следующий. Также по роддому вышли на регулярное проведение дни открытых дверей. И впервые в сентябре заработала в роддоме школы матерей. Следующий. Следующий слайд. Ну, опять роддом. Иностранная гражданка появилась у нас в роддоме из Объединенных Арабских Эмиратах, назвали Юля. Следующий слайд. Им подарок не вручался. Ну, вот, из новшества освоили и пустили на поток новую операцию, практически безболезненную, при лечении геморроя. Позволяет на следующий день после операции выписывать пациентов. И отметил свой юбилей Карабинин Михайлович, заведующий урологическим отделением нашей больницы. Доклад закончил. Спасибо большое. Присаживайтесь. Коллеги, я считаю правильным анонсировать, что в среду мы планируем открытие детского игрового комплекса «Корабль» внутри дворовой территории микрорайона Серебрянки, который у нас там построен по губернаторской программе. Комплекс уже фактически работает, он готов, однако в рамках комплексного благоустройства дворовой территории еще проходят работы. Мария Елагина, можете прокомментировать, закончена ли там работа или нет по благоустройству? Присаживайтесь. Спасибо. Спасибо. А вот именно в части вот этой детской игровой площадки вокруг, там что, газон сделали или нацепили что-то? Да, там сделала газон, проведена пиловка, и уже все дорожки сделали. Все подходы где-то. То есть, в принципе, территория готова к открытию, да? А вот там, по-моему, мачта освещения стояла или как она, столб такой, что-то делали с ним или нет? Ну, она остается, и там будут еще, кто-то, кто-то предназначен. Еще освещение будет, да? То есть, мы к открытию готовы уже к среде. Мы приглашаем правительство. Я сегодня уточню, но остаюсь и как будет. Надо обязательно их проинформировать о том, что мы готовы к открытию в среду, может быть, предварительные фотографии направить и понять, будет ли министр или замминистра на открытие. Я думаю, что необходимо их пригласить. Спасибо тогда. Присаживайтесь. Что касается анонсирования культурной жизни округа за прошедшую неделю. Анастасия, есть лодыш? Расскажите нам, у вас такой фестиваль замечательный в Ашукино прошел. Что там было? Да, это Курт, Алексей Луков, календарь. Миршу субботу у нас прошел фестиваль наукового творчества Ашукино-Феста Саня-Сдранец. Фестиваль на территории городского округа проходит в 2004-й год, но в этом году он впервые принял статус областного. В жюри, в первую очередь, «Министры и люди», «Отный пульта», «Народно-артисты Российской Федерации» очень критично относились к выступающим. Но хочется отметить, что наш рейтеп, творческий рейтеп «Мантазия», городского округа Саня-Сдранеца, стал бурят в второй степени номинации «Стилизованный русский народный дам». Получаем уважаемые отзывы от жителей Ашукино. Они привыкли уже к дамному фестивалю и все спешат, ждут дам, которые появятся. Кроме того, хотелось бы отметить, что в середине 1 сентября у нас состоялась акция «Соберите ребенку в школу». К сожалению, не все приглашенные родители смогли принять участие в этой акции, поэтому до сих пор отделом социальной политики, культуры и туризма осуществляется выдача канцелярских наборов для первоклассников. Кроме того, хотелось бы отметить, что в настоящее время у нас идет очень активная подготовка к еще разному фестивалю «Город А», который пройдет на территории Красногорска. Мы вышли в финал. И я очень прошу ваш, как и у нас коллеги, в инстаграме есть группа «Город А». Волосуйте, пожалуйста, за наш городской округ. Мы сейчас на лидирующей позиции идем. И сейчас, конечно, мне бы хотелось включить ролик, посвященный данному фестивалю, чтобы все посмотрели, насколько он масштабный, проводится при поддержке правительства Московской области. Спасибо большое. Удачи, Доксан Викторовна. Нам надо группу поддержку обязательно организовать, помочь нашим ребятам, которые поедут и поддержат их. А группу поддержки изначально? Изначально. Сколько человек? Только я. Только вы? Мы, конечно, в ваших силах не сомневаемся, но я думаю, что надо добавить обязательно участников этой группы поддержки. Давайте подумаем, как и кем мы усилимся. Ладно? Спасибо. Что у нас в спортивной жизни округа происходит, интересного или произошло? Мы, кстати, на выборах, я познакомился с Романом Ивановичем, с нашим чемпионом. Да, было очень приятно. Тоже проголосовал, свою активную позицию проявил. Прошу вас. 3 сентября. 3 сентября. Встреча с Романом, власть и молодежь на церковь, в точке протяжения в Центральном парке Культуры Родов, прошел турнир по смешанному единогосту на УМЭ, посвященный памяти погибших в трудах и политического арта в исламе. На турнире присутствовали почерпные гости старший тренер молодежной сборной России по УМЭ, заслуженный тренер России, мудрец Владимир Коси, чемпион мира по УМЭ, мастер спорта международного класса Али Агглухалиев. 7 сентября на территории ФСК Кушни на Московская двадцатая генерация спортивного метания ножа привела четвертая чемпионат генерации Московской области по спортивному метанию ножа. По итогу соревнований чемпионат генерации вышли с бомбой Московской области и будут выступать на двенадцатых открытых всероссийских дымышек и выгрыбливых искусств в Анапе. 7 сентября на территории фсК Кушни на спортивной классе серебря состоялся в традиционной для нашего округа открытой веренства по гребле, на байдатах и гоноев на призере мистового чемпиона Валерия Антоновича Деденко и Василия Таврича Камеева. В соревновании приняли участие более 500 спортсменов из Краснодара Московской области в Ромнистаре. Убавные шагуры. 14 сентября в Сотвинске состоится вытворительный марафон «Сотвинские холмы-2019». Кроме марафона для всех желающих по дистанции 42, 21, 10,5, 5,2 км, 750 метров состоялся соревнования «Веселый старт для машины лёжа», «Показать выступление спортивного клуба «Выбор», открытие марафона 10,5. Спор участников собранный один у такого центра «Бель-Бель-Бель». Собранные средства будут направлены на восстановление источника преподобного Сарафима Саровского в деревне «Нового города». Когласа точно дает. Спасибо, присаживайтесь. Коллеги, у кого-то есть еще анонсы или какие-то объявления, которые важны для нас, которые важны для жителей? Да, Нина, пожалуйста. Продолжение следует... Оксана Викторовна, пожалуйста. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...